В России мы говорим о здоровье. В рубрике «История болезни» мы поговорим о чём нам говорят боли в руках. Прежде всего, я думаю, необходимо определиться, что ж такое рука. Рука – это вот у меня их две, доктор, как вы видите. А из чего они состоят? Пожалуйста. Пальцы. Так. Подушечки пальцев, ногти. Ну, это не надо. Кисть. То, где вы держите, это уже было запястье. А, да, кисть, запястье. Вот это для меня загадочная часть. Предплечье называется. Не вот это предплечье? Это плечо. Вот это плечо? Да, это плечо. А что ж тогда вот это, доктор? А, это надплечье. Гуру! Хочу спросить у зрителей студии, у кого болят руки. Я хочу вас спросить, вы подняли руку? Да, у меня пальцы сильно болят. Но после операции у меня видели. После операции? Да. Был рак почек, и удалили почку, и подумали, что метастаз. Последствия операции, у вас болят руки. Да, да. Мы сегодня будем говорить о том, что, прежде всего, вам нужно. Так, у кого еще болят руки? У вас. Не то слово болят. Вы знаете, я днем в суете нормально, а ночью, я просто не знаю. Где болит? Вот суставы все вот ночные, а прямо ломят и сводят, вот пальцы сводят, и крутятся. Подождите, и плечо, и... Крутятся, прям крутятся внутренние, прям вот. Сколько уже по времени, простите? Ну, года три, наверное. Года три? Да. Как вас зовут, простите? Людмила Петровна. Людмила Петровна, ну вот если бы я был вашим родственником, я бы сказал бы, тетя, ну три года ты мучаешься, ходи к врачу. Была. А мне врач сказал, сколько вам лет? Сказал он, и что вы хотите? А здесь, между прочим, есть замечательный ответ. В случае, если вам задают вопрос, а что вы хотите, вы можете просто ответить. Качественно медицинского обслуживания. И теперь можно добавить. А то я пожалуюсь доктору Агапкину. Я вас пользуюсь, вашим советом. У вас есть какие-нибудь хронические заболевания? Я занималась мотоспортом, у меня переломы, руки были два раза. Переломы. Да. Доктор, давайте сегодня поговорим еще о последствиях переломов, поскольку Людмила Петровна этим страдает. Ну так вот, доктор, давайте разбираться, почему болят руки. Помимо вас, я хочу, чтобы нам помог наш эксперт. У нас в студии наш постоянный эксперт, Алексей Сергеевич Безымянный, врач и терапевт. Прошу вас, Алексей. Ну что же, сейчас мы распределим обязанности. Теперь Михаил у нас будет повязывать ленточки. Так. И начнем мы с пальцев. Кончики пальцев. Причем здесь мы завяжем, ну как минимум, пару ленточек. Причем разного цвета. Вот здесь одну, и давайте какую-нибудь другую. Давайте. О чем могут говорить боли в суставах пальцев? Ну, первое, что, конечно же, может прийти на ум, это ревматоидный артрит. Заболевание, которое достаточно часто начинается именно с боли, опухания, покраснения, именно дистальных фаланг пальцев. И заболевание это совсем небезопасно. И вас должно насторожить, если такие боли возникли, например, после перенесенной ангины. Помимо этого, от чего они еще могут возникнуть? Ну, примечательно этим заболеванием страдают люди преклонного возраста. Оно характеризуется воспалением первых суставов межфаланговых. Возникают определенные участки, которые опухают. Они больше по размерам, чем, например, до того, как это заболевание возникло. Боли возникают преимущественно в утреннее время. И пациент страдает этим заболеванием на протяжении многих лет. Если вспомнить, страдал ли он ангиной или нет, то это может быть ангина, перенесенная 10-15 лет назад. Господа, давайте разберем ситуацию нашей зрительницы в студии, которая перенесла операцию по удалению почки, я так понимаю. После этой операции у нее начали болеть пальцы на руках. И никто ничего ей не может посоветовать. Речь может идти о очень многих заболеваниях. Причем в данном случае одним из ведущих синдромов является, как я понимаю, онемение. Оно может говорить о разных состояниях. Оно может говорить, например, о начальной стадии сахарного диабета. Вполне может быть. Этому предшествует еще и появление чувства жажды. Сухость во рту. Сухость во рту и мочеиспускание. Зачастую бывает учащенное. Если эти симптомы у вас присутствуют, то не исключено, что вот такие, казалось бы, далекие симптомы, вроде бы пальцы болят или не имеют, они могут свидетельствовать о начале сахарного диабета. Либо же, как вариант, у людей, которые сидят на диете, это может быть дефицит витаминов. Например, витамина В12. Давайте дальше. Давайте займемся запястьями. Запястьями. Весьма распространенная боль, особенно в последнее время она стала учащаться. И это может свидетельствовать о развитии у человека так называемого тоннельного синдрома. Он характерен для людей, которые в сфере своей деятельности профессионально страдают микровибрационными заболеваниями. То есть человек работает руками, это может быть инструмент типа дрели, отбойного молотка и прочее. И происходит воспаление нервов, которые проходят между мышцами и фасциями, проявляется также в основном вечером и ночью. Почему? Потому что за это время образуется нарушение венозного оттока и отек этих нервов. И что очень важно, у многих людей это заболевание начинается из-за того, что они очень много времени проводят за компьютером. Из-за неудобного положения кисти, при котором, вот при таком движении, ну представьте себе, что сели вы вот так вот, и начинаете работать одним пальцем. Вот в этом положении запястье находится на протяжении 6-8, а у некоторых людей и 10 часов. Затекает рука. Не просто затекает. То есть здесь происходит механическое сдавление нерва и в дальнейшем это чревато очень тяжелыми последствиями. Давайте теперь предплечье. Так. У некоторых людей возникают боли, особенно ночные боли, предплечье, вплоть до появления судорог. И это может быть связано с дефицитом микроэлементов, например, магния или кальция в питании. Ну, это характерно для людей, которые соблюдают определенные виды диеты. Недостаток, в первую очередь, витаминов, вот, и ионов, магния. И кальция. Кальция. Особенно это бывает, когда люди садятся на диету, отказываются полностью от молочных продуктов, вот, которые служат одним из основных поставщиков кальция в нашем организме. Ну что же. Локоть. Локтевой сустав. На самом деле, любой удар локтя, он очень болезненный. Не обязательно даже удар. Существует такое заболевание, эпикандилит, которое часто называют еще синдромом гольфиста или синдромом теннисиста. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот. Но, на самом деле, это заболевание достаточно часто встречается у людей, которые, например, работают на даче, например, колят дрова, то есть осуществляя резкие движения, разгибания в локтевом суставе, либо, ну, когда это касается действительно людей, которые занимаются спортом, это круговые движения, удары теннисной ракеткой. Здесь происходит сопротивление. Удар с одной стороны, мяч летящий с другой стороны, и нагрузка в данном случае приходится на локтевой сустав, что приводит к его травматизации. Вот почему у больших профессионалов тенниса иногда можно наблюдать повязки такие вот здесь вот. Ну, они одевают повязки не только для этого, в качестве профилактики, потому что повязка все-таки сдерживает, укрепляет сустав. Происходят микротравмы этого сустава, и для того, чтобы приступить к какой-то физической работе, на даче, перед занятием спортом, правильно проводить предварительную гимнастику и разогрев ваших суставов. Ну, что же? Так, дальше. Вот меня беспокоит наша зрительница, у которой вообще все руки болят. Ну, меня больше всего заинтересовало, она занималась мотоспортом. Мотоспор. Давайте повыше вот здесь вот. Повыше. И очень часто у людей боли в плече, причем они могут быть достаточно диффузные, то есть распространенные, вызывают такое заболевание, как плечевой периартрит. Плечевой периартрит, он возникает у людей также, будем так говорить, преклонного возраста, характеризуется воспалением этих суставов, иногда даже возникает температура, скованность движений, невозможность поднимать тяжести, даже сумку весом 1 килограмм уже тяжело поднять. Ну, очень часто они обнаружат, как раз пожилые люди, вроде бы ничего-ничего, ну, такая скованность, а потом, когда они, например, постирали белье и начинают его развешивать, и даже движения, которые сопровождаются подъемом руки до 90 градусов, уже вызывают у них очень сильную боль. Обычно после этого рука повисает, и уже, когда они пытаются разминать сустав, они замечают, что ткани могут быть даже воспаленные, и температура повышена. Ну, не обращают на это внимания и характеризуются длительным течением заболевания без адекватного лечения, потому что происходят периоды обострения, периоды ремиссии. То есть бывают периоды, когда более выражена боль, бывает, когда боль не чувствуется. Существует еще один вариант, когда человек как раз говорит о том, что у него боль в руке вообще, то есть он не может локализовать ее, она начинается от плеча, заканчивается в кончиках пальцев, и если эта боль локализована в левой руке, то очень важно, то это очень серьезное состояние, потому что это может быть свидетельством нарушения в работе сердца. При этом стоит сразу обратиться к врачу, либо вызвать скорую помощь, если эта боль продолжается на протяжении длительного времени, и пациент страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них обычно есть такой скоропомощной препарат на основе нитратов. Вот, нитроглицерин, их много видов, и если эта боль не купируется при приеме этого препарата, я бы рекомендовал не затягивать, сделать кардиограмму для распознавания такого заболевания опасного, как острый инфаркт миокарда, который также может проявляться в виде боли в левой руке. Ну вот, что касается болей, которые могут идти не только в левую руку, а в обе руки, они зачастую бывают связаны с дископатиями, поражениями межпозвонковых дисков в шейном отделе позвоночника. Но то, что обычно именуют таким широким диагнозом, как остеохондроз шейного отдела позвоночника. Кстати сказать, это заболевание распространено и среди молодежи, за счет вынужденного положения за компьютером, о чем мы сегодня говорили, за счет малоподвижного образа жизни. И травм, то есть нарушение статики позвоночного столба, нарушение осанки у человека, оно приводит к тому, что нагрузка на межпозвонковые диски приходится неправильно, и это может приводить к появлению протрузий и грыж в шейном отделе позвоночника, и они уже, в свою очередь, могут проявлять себя в виде боли, а не менее, причем как в одной руке, так и в двух. Спасибо, господа. Самое главное сейчас. Многие зрители в студии, которые смотрят сейчас нашу программу, смотрят и думают, о, у меня здесь болит, о, у меня здесь болит, у меня ничего не болит, но все-таки, к какому врачу нужно пойти? Первый визит должен быть к терапевту. Он проводит первичную оценку, и в том случае, если это не его профиль, он отправляет к специалисту, вертебрологу, к специалисту-неврологу, к кардиологу. Здесь уже... В зависимости от заболевания. В зависимости от того, в действительности, чем человек болен. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Спасибо. Присаживайтесь. На самом деле, как мне кажется, только нельзя относиться к болям в руках так, что поболит, поболит и перестанет. Это симптом. Да, безусловно. И не надо откладывать в долгий ящик поход к врачу. Пойдите хотя бы к терапевту, для того, чтобы он смог порекомендовать вам, какого врача посетить для более точной диагностики и для более правильного лечения. Только в таком случае вы сможете пользоваться своими руками со всей возможной свободой. И, пожалуйста, не лечитесь самостоятельно. Есть для...